Продолжение следует... Не-не, пусть нормально. Что это за флисочка у вас такая? Не пойму. Флисок? Это далее, потому что раздетый прибыл. Понял. Вы у нас... Катеревский. Так, представьтесь, как вы полностью. Катеревский, Ефим Валерьевич. Сколько лет вам? 35 полных. 30... Дата рождения? 20.04.1987. Воинская часть? 70 полк. 42 дивизии. 58 армия. Звание должности? Рядовой. Должность водителя. Вы где до этого работали? В России. На заработках был. Понял. Вы мобилизированы? Да, мобилизированы изначально был. А потом контракт подписал? Контракт подписал. А расскажите нам, пока мы сразу не забыли. Вы когда мобилизировались, присягу давали? Нет. Присягу чему? Ну, присягу чему-то. Нет, это было без присяги. Мобилизация была без него. Раз, по-моему, это без присяги нам все... Без присяги. Самим было интересно. Нам правда, нам из чата задали этот вопрос. Думаю, вы же должны были какую-то присягу принимать. Ну, даю клятву на верность там. Ну, я понял, почему нет, такого не было. Просто автомат найден. Вот тут комментарий из Херсона. Это эксклюзивно. У нас на свалке орки постоянно сжигают и зарывают свои трупы. Привозили трупы самосвалом. В куче трупов были ранены с оторванными конечностями. Говорят, что так в основном поступают с ранеными ДНР и ЛНР. Вот интересно, что думают по этому поводу сами пленные. Ну, при мне, скажем, такого я не мог видеть. То, что люди видели, это имя дня. Понял, понял, понял. Как вы в плен попали? Значит, попал в плен 22 июня. От позиции, новой позиции была передислокация. На новое место я прибыл. Грубо говоря, вечером, вечером прибыл я. И в обед с следующего дня, значит, отойдя от позиций метров 100-150 максимум по лесополосе посадки, была группа ДРГ, украинская армия, батальон АЗОВ. А вы были с этим человеком? Да, я с этим человеком сгруппировал. Да, мы вместе с ним были. И вы пошли вот это за бронежилет? Да, да, нужно было забрать амуницию. И так вышло, что уже говорю, недалеко от нашей позиции, на встретили группу диверсионную разведывательную, украинская армия. Их было четверо, порядка восьми человек вооруженные. А вас сколько было? У нас двое было. Двое было. И все, глядя на то, что какое количество оружия у них было, все при команде, значит, оружие сложить, ничего не оставалось делать, мы сложили оружие. Легли на землю, лицом вниз. Но вы же именно тот самый идейный, по-настоящему идейный житель Донецка, который шел защищать именно там русский мир, правильно? Ну, я, во-первых, россиянин, то есть я родился в России. Так вышло, что я принял гражданство украинское. У меня двойное гражданство. Когда? Украинское гражданство я принял еще в 11-м, о, извиняюсь, в 2000-е. В первом году. Угу. А почему, с этим чем? Ну, там связано было с учебой, я заканчивал в Макеевке училище, и чтоб меня аттестовали, ну, необходим был паспорт. Собственно, и получилось мне принять гражданство, украинское тоже. Да. Все, от украинского, от российского я никогда не отказывался, оно у меня было. И имею жилье на территории Российской Федерации, так как я на территории, в Ростовской области. Вы женаты? Гражданский брак, да. Дети есть? Конечно. Есть дети? Понял. И почему решили вдруг повоевать? Ну, это было связано, значит, с мобилизацией, то есть особо не спрашивали, хочешь, не хочешь. Во-вторых, когда перешел на контракт. А почему вы жили, я просто не пойму, в Донецке? Ну, начнем с того, что в Иловайске я жил. А, в Иловайске. Да, в Иловайске. И, ну, никто же не запрещает, где кому жить. Да нет, я не говорю, я говорю, с чем это связано, если не секрет, расскажите. Это не секрет, я жил в Иловайске, у меня родня оттуда, у меня корни оттуда. То, значит, и со временем приобрел еще жилье в Ростовской области и продолжил, ну, жил, можно сказать, на два государства, скажем так. То есть у меня есть жилье и там, и тут. Я понял. А откуда возникла вот ненависть к Украине? Ненависти так таковой ее нету, к Украине особенно, вот скажем. Или к украинцам. Особенно к украинцам. И просто недопонимание того, что происходит, вот эти политические неврядицы. То есть то, что продолжалось 8 лет в Донецке, начиная с Иловайска. Ну, люди видели очень много, скажем, нехороших вещей, когда мирные погибают. Это вот связано с тем котлом Иловайским, который произошел в 2014 году. Когда тоже и женщины, и дети, и старики, ну, они погибали. На тот момент, ну, я не служил. Значит, я находился на территории Российской Федерации. Я спокойненько работал. Пришло то время, когда вот этот год, то есть этот год. И, скажем так, попал под мобилизацию. Так я понял, я имею в виду, если у вас есть какое-то там недопонимание политическое, каких-то там политических моментов, так я думаю, идите допонимайте, зачем же воевать. Потому что, ну, вот то, что вы говорите мне там про Иловайск, про все такое. А что в Иловайске, в Украинском, в 2014 году делали российские войска? Я не могу вам сказать, что они там делали. Так идите допонимайте, чтобы вы могли сказать. С этим придется, да, работать, понимать, читать. Потому что с 2014 года, когда Россия зашла в Украину, и в том числе, главным образом, на Донбасс, там и начались все проблемы. Потому что, если рассказывают о том, что защищают русскоязычных, то мы вот не понимаем, почему Харьков, который остался в Украине, остался нормальным, процветающим городом. Все в нем хорошо. И там никто не рассказывает про 8 лет. А идите допонимайте в таком случае. Что же вы идете воевать? Вы бы лучше посидели допонимали. Так, может быть, и жертв бы не было бы, и люди бы не гибли. А так вы что-то недопонимаете, и гибнем тут с двух сторон. Возможно, это так. Я соглашусь. Скажите, а были погибшие у вас в подразделении или еще где-то? Ну, при мне раненые были. Погибших не было на тот период. Ну, хорошо. Раненые были. Давай звоните. Да. Ну, вы вообще считаете, что вы делали что-то доброе и светлое, да, я так понимаю, когда шли вот это воевать? Это не назовем, что воеванием это называлось. То есть защита... Ну, вы смотрите стрим, да? Выключите его. Жень, привет. Выключил. Слушай, я решил позвонить тебе. Мам, привет. В общем, вы не плачьте. Со мной все хорошо. Слава богу, я остался жив. Возможно, я скоро буду дома. Что нужно для этого сделать? Я понимаю, что, ну, в министерство ты, я думаю, звонила в любом случае. Все, говорят, все хорошо, наверное, да? Ефим, поверь мне, все, что необходимо, я все сделаю. И даже больше. Я знаю, я знаю, я не ожидал, что попаду прямо на первую линию передовой. То есть это все было сказано тем, что, ну, ладно, ребят, все там, это нормально, вторая, третья, ну, что вы, как это, будете более не обучены. Ну, ну, так вышло, Жень. И чем, ты мне все это говорил? Ты мне все это говорил, я знаю, все. Я рад, что мама с тобой. Слушай, позвони, пожалуйста, Лене. Да, конечно. Андрей Бойко со мной, запомни, это фамилия. Она поймет. Я все знаю, и Юля в курсе, я все тоже сделала. И Андрей тоже. Мы вместе. Я знаю. В общем, все будет хорошо у меня. Мы все делаем вместе. Спасибо огромное ребятам. Я тоже им очень благодарен, что так вышло, что дали возможность мне с вами связаться. Да, мы ж, как бы... Они на самом деле хорошие ребята, но есть о чем поговорить. Я это понимаю. Я это понимаю. Мне 24-го числа еще написали в ВК, что ты плену. Я уже 24-го числа пытаюсь что-то сделать. У меня, ну, значит, так вышло, что телефон мы отняли, все, что ценное было, в общем, у меня осталось там. Где я нахожусь, я не знаю. Это я догадывался о том, чтобы вот какой-то там, возможно, шандаж, ну, со стороны того батальона. Ну, я думаю, все люди ничего плохого не писали. То, что сообщили, конечно, это очень хорошо. Спасибо огромное. Да. В общем, хочу вам напутствие отдать. Жень, сильно не переживай. Ну, я... Мне пришлось сильно задуматься. Я об Омогом подумал. Мне нужно менять полностью видение к жизни. И то, что показывают мне, то, что мне рассказывают, что происходило, значит, на территории Украины. Ну, тут, значит... Ну, в общем, жестко это... Это как в Иловайске это было, значит. Я знаю. Все, ребяткам привет. Я не буду за... За мной в очередь. Как ты себя чувствуешь? Скажи мне, пожалуйста. В данный момент хорошо себя чувствую. Я выздоровел. Болел? Ну, немножко было, да. Так все нормально. Я смотрю так синячки, шишки посходили. Посходили, да. Ты видео видела, да? Конечно. Ну, я не думал, что выкладывать будут что-то. Ну, что не стоит. Спасибо, ребятам огромное, что они его выложили. Спасибо, Азову. Это то, что 24-го числа произошло, да? Спасибо. Спасибо Азову. Ну, выложили просто мои родственники. Можно задать вопрос? Как это... Извините, я просто уже хочу... Как это вы говорите спасибо Азову? У вас же говорят, что это самые страшные нацисты. Какие есть? Вы знаете, я абсолютно нормально реагирую на все вещи. И везде люди. Люди защищают свою родину. Что в этом плохого? Люди защищают свою родину. Что в этом плохого? Я не знаю. Я интересуюсь. Вы... Это из России, да? Я как-то неадеквата от Москвы. Потому что по российскому телевидению и в основном все из России кричат о том, что это нацисты, что их менять ни в коем случае нельзя. Почему? Никто толком обосновать не может. Вот давайте так. Вы были... Вас взял в плен Азов. Какие признаки вы видели в них именно нацистские? Не военного подразделения, а именно нацистские признаки? Ну, нацистского, конечно, я ничего не увидел такого. Оно никто по-немецки не говорил. Свастики никакой я не видел, соответственно. Тоже посмотрели. А у вас в ДНР сейчас ходит человек со свастиками на всю спину и людей мобилизирует. Видели такое видео? Да. Санечка позвал. Вот вы... Мне показывали это видео. Держите. Это мы в Москву, да? Мы поговорили еще побольше, но у нас сегодня очень-очень активный стрим. Ефим, не переживай. Все, что от меня зависит, я тебе обещаю. Я все сделаю. Может быть, ребята мне подскажут, что мне нужно сделать для того, чтобы... Посмотрите пару наших роликов и все поймете. Не, ну, по сути, по существу все довольно просто, конечно. То есть вам просто нужно, чтобы его внесли в список обмена. С той стороны. Потому что с нашей стороны он по определению в списке обмена. А что нужно для того, чтобы его выдали домой? Да просто, чтобы ваша сторона кого-то выдала вместо него. Ну, того же Азовца какого-нибудь, например. Почему бы... Знаете, я к политике никакого отношения не имею. Господи, я вам про обмен, вы мне про политику. Ну, нет никого. Я говорю, ваша сторона, российская сторона. Ну, вы же в России находитесь. Ну, вот я и говорю, ваша сторона. Я же вам не про политику. Зачем мне политика? Я сам не... Я политикой не интересуюсь. Везде ж по-разному говорю. Знаете, всей правды мы не знаем. Всей правды не знаем. Жень, в общем, слушай, я верю в тебя. Это... Я надеюсь, что скоро это прекратится. И это... Маму подержи, чтобы она сильно не волновалась. Я с мамой. Все вместе. Мам. Привет. Привет, мамуль. Ну, слушай. Я не думал, что так... Не плачь, вот этим ты меня больше расстраиваешь. Ну, я понимаю твои чувства. Я не буду. Я не буду. Мам, все будет хорошо. Я тебе слово даю. Не надеюсь. Все. Я... Спасибо вам, ребята. Я знаю даже. Спасибо тебе большое. Заканчивай. Все, Жень, извини. Все, я рад был увидеть вас. Все, пока всем. Давай, пока, пока. Все, пока, пока, до свидания. Спасибо, ребят. Так, ну, все. Можете что-то передать своим россиянам, землякам из Яловайска, не знаю откуда, которые... Я не хочу, я не могу разговаривать, ну, честно сказать, у меня внутреннее такое содражение, все. Честно сказать, я хотел бы выйти, возможно, расплакаться, но не хочу на видео это делать, но хорошо. Подождите, вы как чистокромный россиянин, у нас есть украинский вычитаем... Да, у нас, кстати, есть особая акция, подписываете, что никто ответственности не несет за то, что будет дальше. Мы вас вывозим на вокзал в российской форме, даем деньги на билет, едете под Россией. Я дождусь обмена. Я не смогу так, наверное. Я думаю, меня люди просто неправильно, ну, думаю, наверное, убьют просто, но я не знаю, как отреагируют люди. Люди-то как отреагируют? Да. А как они могут отреагировать? Вы освободитель, нормально отреагируют, пришли освобождать. Я откажусь от этой акции. Ну, мы 4 месяца добивались, чтобы нам разрешили уже папку. Вы видите, только сегодня и только у нас. Нет, я откажусь. Мы не знаем. Что-то освободители не хотят... Пошло не так что-то с освобождением. Что-то освободители не верят, что нам здесь любят. Военных и полиции там не будут. Будут только гражданские. Дмитрий Николаевич, время. Я ж тебя жду. Сигель-Сигель, да? Сигель-Сигель, да? Да, конечно. Ну, у вас туда много дела. До той меры. И штаб. И штаб, у меня трубка села. Вот штаб. Какая трубка? Вот эта. Ага, ну так описано. Надо где-то подрезать проводок.